всем привет с вами нила на санс и сегодня мы с вами будем вязать тапки быстро тапки очень теплая вещь как раз по осеннему то что нужно значит я возьму нитки на к астрам это стопроцентный акрил 100 грамм на 330 метров нет спицы у меня будут четверочка бамбуковые вот и нитки я буду складывать в три сложения для того чтобы сложить нитку в три сложения мы находим край нить нашли край отмерили немного нити сложили вместе и снова сложили вместе получилось три сложения вначале делаем узел для того чтобы самом начале эти нитки не распределись не очень плотный когда вы вяжете вяжите дошли до петельки продеваете нить в петель и у вас снова нить в три сложения очень рекомендую этот прием и так я уже сложила нить и начнем вязание оставляем примерно 15 или больше сантиметров в начале вязания позднее не нам понадобится вот и облегченным набором набираем 25 петель облегченным набором для того чтобы можно было потом связать сшить практически без шума значит вот так вот фактически накручивается нитка первая петля 2 3 в общем так 25 петель вот наши 25 петель теперь первый ряд провязываем лицевыми петлями очень осторожно чтобы не слетели наши петельки поскольку они в основании не закреплены первую продеваем и дальше вяжем лицевыми все вот этот звук крепения как снег это звук акриловых ниток нам сразу скажу что акриловые нитки для тапок это идеально поскольку они будут носиться дольше шерсть она про топчется практически сразу если хотите добавить шерстяной нити то пусть это будет полушерсть или 40 на 60 40 шерсти 60 криво потому что в противном случае просто будет тщетное усилие ну а хлопок он убирает в себя всю влагу слишком быстро натягивает отовсюду у вас постоянно холодные ноги почему-то хотя и с акрилом тоже такое случается что-то мать и как именно вы хотите первый ряд связан лицевыми петлями переворачиваем второй ряд также лицевыми петлями у нас вообще все вязание будет лицевыми петлями за исключением за небольшим исключением значит вяжем сейчас лицевыми 12 петель первое снимаем все остальное лицевыми как хотите так и провязывайте за ближнюю петлю полупетлю за дальнюю это вообще не принципиально главное скоренько это все провязать как говорила 8 потеряла счет 12 петель есть срединку подтяну немало из средней петли мы вяжем две петли они значит вот мы и растягиваем связали одну петлю сделали накид и за ближнюю полупетлю связали вторую петлю то есть сначала за дальнюю потом накид потом за ближнюю то есть в этом ряду мы добавили 3 петли сразу вот они 3 посрединке с одной петли надеюсь вам видно так ну и все остальное уже просто лицевыми оставшиеся 12 петель последнюю провязываем изнаночной красивый край будет 12 петель есть под закончилась надо немножко продлить переворачиваем вяжем 12 петель лицевыми я беру за ближнюю полупетлю первые мы снимаем получается 11 петель мы провязываем лицевыми дошли до срединки значит 13 петлю провязываем изнаночной чтобы у нас на лицевой стороне была дорожка из лицевых это все будет гармошечкой такой лицевая и изнаночная а стелька отделяться от бортов тапки будет именно уже лицевыми так серединка лицевая накид наш и провязанная петля изнаночная все и опять 12 лицевых то есть у нас все время с обоих краев по 12 лицевых вы можете конечно любой другой узор выбрать но этот пружинит если вы там связали меньше или больше там она все равно сядет идеально есть значит во всех нечетных рядах у нас будут изменения все четные просто провязываем лицевыми кроме тех двух петель которые отделяют подошву от бортов тапки так вяжем 11 лицевых первую сняли потом 11 лицевых далее лицевая которая бортик и делаем два накида накид лицевая накид лицевая ну и дальше оставшиеся 11 лицевых мы вот этими вот двумя накидами расширяем нашу подошву подошву будет симметричная две абсолютно одинаковые тапки на левую на правую ногу это вообще не важно главное вязать с той же плотностью если у вас это получается все успех гарантирован все изнаночный ряд никаких добавлений просто вяжем плотненько лицевые все лицевые вот теперь это наша петля изнаночная которая должна остаться изнаночной чтобы она на лицевой стороне лицевой было и вот эти вот наши накиды провязываем таким образом чтобы не было зазора не было дырочки то есть за ближнюю петлю с перекрутом вот таким вот образом лицевая и снова за ближнюю к нам петлю поддеваем и через нее провязываю есть минутку тут по-моему изнаночная это дорожка из изнаночных и дальше 12 лицевых вот идет расширение прямо здесь уже видно так идем дальше быстротанка 11 лицевых лицевая после вот эти вот окантовочная лицевой накид 3 лицевых уже в срединке накид значит смотрите вот эта вот серединка она должна отделяться лицевыми вот эти вот накиды наши их надо за ближнюю провязывать за ближнюю полупетлю с перекрытия с перекрещиванием чтобы не было дырочек вот таких вот сейчас они есть вот в начале и в конце ступни значит таким образом мы продолжаем набирать петли пока посрединке между этими двумя лицевыми не окажется 11 петель делаем так мы довязали до того момента когда у нас посредине 11 петель лицевых играет очень хорошо пружинит вязание наше так что если мы немножко промахнемся с размером ничего страшного все равно будет на ноге комфортно сидеть если же свяжем слишком большой то немножечко спружинит и скомпенсирует слишком большой размер но только немножечко не увлекайтесь то есть вот тут с изнанки у нас такая галочка потому что здесь из изнаночных петель она состоит здесь из лицевых теперь я буду вязать 26 рядов вот так вот как есть то есть 12 петель ну первую снимаем 11 петель 12 петля лицевая обязательно в нечетных рядах в четных изнаночные потом 11 петель лицевых и снова в нечетных лицевые в четных изнаночные дальше 11 петель последние изнаночные когда я провязываю последние изнаночные вот такая красивая косичка образуется по контуру с обеих сторон вот встретимся через 26 рядов итак мы провязали 30 рядов всего рядов по 11 петель в серединке должно быть 32 пересчитайте вот и теперь мы идем на сокращение ряда значит сокращение ряда у нас будет сразу в трех частях в центральной части по 2 петли будем убирать в боковой части по 2 петли и во второй боковой части тоже по 2 петли будем убирать значит в каждом ряду у нас будет уменьшаться на 6 петель в каждом нечетном ряду поправлюсь по-прежнему вяжем все лицевыми петлями значит вот первую снимаем далее я их переодену чтобы можно было две петли вместе снять руки и далее я переодел две петли вместе в начале ряда снимаем теперь вяжем 2 разделительные полосы из лицевых не доходя 2 петли все провязывается лицевыми вот у нас осталось две петли я их разворачиваю и так же провязываю две вместе туго чтобы не оставалось дырочек лицевая снова разворачиваем вот это уже центральный сектор тоже и в начале и в конце сектора две петли вместе разворачиваем чтобы красиво было по узору ложилась берем петлю и одеваем другой стороны провязываем две вместе дальше обычным способом вяжем лицевыми до момента когда останутся две петли до конца сектора развернули провязали две вместе разделительную лицевую провязываем вот третий сектор снова разворачиваем разворачиваем петли и провязываем вместе лицевую далее лицевые остались вот три петли одну петлю мы провяжем изнаночной последнюю последнюю мы не сокращаем в 2 не вязываем тут должна быть край ровный вот предпоследние две разворачиваем и провязываем две вместе все последнюю провязываем изнаночную изнаночный ряд вяжем как обычно все лицевыми кроме дорожки из изнаночных по такому принципу продолжайте действовать когда останется совсем мало петель я покажу что делать дальше постепенно сокращая петли мы дошли до момента когда у нас в первом секторе 4 петли во втором 3 петли в последнем 4 петли значит сейчас мы будем сокращать таким образом провязываем первую петлю лицевую потом из двух делаем одну потому что с первой петлю мы из двух одной не делаем первая у нас просто снимается вторая провязывается обычным способом потом третья и четвертая разворачиваются и провязываются две вместе есть далее у нас второй сектор средний там всего три петли в средине значит мы берем петлю которая разделительна и петлю которая первая из второго сектора и провязываем вместе таким образом чтобы разделительная петля была сверху есть вторая петля провязывается обычным способом а третья и разделительная также провязываются вместе но таким образом чтобы разделительная была сверху вот значит нам мало того что их нужно развернуть но еще и первой одеть вторую петлю на спицу а разделительная второй то есть поменять их местами вот можете видеть что разделительная петля впереди а последняя петля из сектора позади нее и вот таким образом провязываем две петли вместе лицевой и получается что вот прямая линия не нарушена линия из лицевых дальше две петли провязываем вместе разворачиваем их провязываем вместе есть подтягиваем чтобы не было дырочек если это будут дырочки это у нас носок тапка очень сильно будет заметно лучше подтянуть если у вас где-то нитка свободно прошла нитка свободно прошла есть и последний просто вяжем лицевую последнюю петлю изнаночной четный ряд вяжем по рисунку провязали четный ряд по рисунку вот в первом секторе у нас две петли ну кроме третьей которая снимается по центру одна петля и в третьем секторе у нас две петли кроме краней вяжем значит провязываем так первая снимается потом две петли провязываем вместе лицевой а по центру провязываем все три петли вместе вот так получается в центре уже кораблик сошелся далее две петли вместе есть да и последний изнаночный ряд изнаночный ряд вяжем по рисунку все пять петель ну все пять петель у нас получается лицевыми а тут вот у меня свободно вышло вот в этом моменте делаем из пяти петель одно просто через все петли продеваем крючок и провязали все вместе вот тапка довязана так он выглядит один тапочек выглядит когда связан полностью а лицевая сторона это изнаночная сторона вот тут ряд изнаночных петель и теперь начинаем его собирать в начале вязания мы оставили хвостик этот хвостик за самый край петель прихватываем туда-сюда 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 можно иголочкой можно крючком как вам удобно и затягиваем далее прячем далее прячем его вязание так и в начале и тут мы вот этим вот нитку не отрываем а соединяем а соединяем до тех пор кто как хочет кто хочет чтобы только носочки были прикрыты достаточно вот так вот соединить то есть до момента когда начинается расширение вот я немножечко дальше люблю чтобы ноге было тепло то есть где-то вот так вот до 10 рядов получается изнаночная вот так вот получится вот такая вот тупка теплая очень уютная итак выверну наизнанку и вот этот вот краичек воздушный с самого низа я начну продевать вы можете делать так как вам удобно это вообще не принципиально как именно вы будете что делать ну так очень легко ну так очень легко и 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 Теперь вот здесь вот отрезаем, вытягиваем максимально шоп, отрезаем хвостик, чтобы у нас было еще припрямить его в пряжу, и вытягиваем край. Прошу любить и желать, тапка 35 размер, за счет пружинки вы можете попробовать его и на 37 натянуть, это как повезет. Для левой, для правой ноги подход идеально, вот, рекомендую.